У Юлии Нарыжновой четверо детей. Старшей дочери 11, младшему ребенку 3 года. Ее семья проживает почти за 30 километров от Мурома в деревне Межище. Двое деток Юлии с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому появилась острая необходимость в реабилитации. Однако в сельской местности это проблема. Почти ежедневно приходится ездить с детьми в город, обучать, социализировать и проводить реабилитационные мероприятия. Старший сын уже посещает школу коррекции, а младшему предстоит идти в детский сад номер 26, комбинированного вида. Сейчас пребывание ребенка в саду возможно только на неполный день. Нам предложили садик Булатниковский, там обычные дети. И получается, что для того, чтобы заниматься своим ребенком, нужно содержать в штате дополнительных каких-то, видимо, такое не могут позволить в обычном саду. Это практически невозможно. И поэтому нам изначально приходилось смотреть в сторону города, чтобы искать специалистов каких-то для занятий. Мы были бы не против, чтобы районных детей из района присоединили к городским каким-то учреждениям, чтобы не было проблем детям обучаться в этих учреждениях. С похожими трудностями столкнулась и многодетная мама из села Квардицы, Марина Лаврова. По ее мнению, решить проблему многих семей можно, если инициировать присоединение Муромского района к округу Муром. Эту идею сегодня поддержали и другие мамы из Пестенькина и Совкова. Мы посещаем 26-й детский сад в город Муром. Наверное, уже два года нам было сложно сюда попасть, потому что мы проживаем все-таки в Квардицах. И в Квардицах у нас есть детский садик, но там нет должных специалистов для наших детей. Поэтому нам пришлось очень, так сказать, ну такой длительный путь проходить, чтобы попасть сюда. Присоединить, во-первых, район к городу, чтобы у людей, проживающих в районе, была такая же возможность воспользоваться коррекцией для своих детей на тех же условиях, что и у города. Все-таки потому что сейчас больше набирают сначала городских детей, у них больше преимуществ. А хотелось бы, чтобы все были равны. В 26-м саду 240 воспитанников, 145 детей с ограниченными возможностями здоровья. Заведуют дошкольным учреждением Татьяна Егорова. Как говорит опытный специалист, процент детей, нуждающихся в коррекционно развивающей помощи, постоянно растет. Наше учреждение в 2025 году вступило в программу капитального ремонта. Это позволит сделать пребывание и обучение детей еще более комфортным, современным. И также мы планируем увеличение мест для оказания помощи всем желающим. Частые обращения идут от родителей Муромского района. Но первоочередное зачисление имеют дети, проживающие в округе Муром. И только при наличии свободных мест мы зачисляем остальных детей. А хотелось бы оказывать помощь всем, независимо от того, где проживает ребенок. Накануне с подобной инициативой присоединения района к Мурому обратились жители деревни Мишино. В обоих случаях люди уверены, что под управлением сильной опытной команды во главе с Муромским градоначальником проблемы сельских территорий будут решаться гораздо эффективнее. Вадим Уколов, Артем Корнилов. Наши новости. Вадим Уколов, Артем Корнилов. Наши новости. Вадим Уколов. Наши новости. Вадим Уколов. Наши новости. Вадим Уколов. Наши новости.